МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но не доживу. С того самого дня родители знали, у них родится второй сын и тоже станет священником. Так и произошло. Отец Иоанн посвятил всю свою жизнь Богу. Село Огородня стало тем самым местом служения, где Господь в полной мере раскрыл духовные способности своего избранника. Батюшка Иоанн много внимания уделял благоустройству храма. Своего же имущества у него никогда не было. Жил в церковном домике. После исполнения мечты поездки в Киево-Печерскую лавру в 48 лет Иоанн Гошкевич получил благословение старцев на монашеский образ жизни. Всей своей жизнью он исполнил заповедь о любви к Богу и ближним. Хочется пожелать, чтобы люди, вспоминая образ жизни святого угодника Божьего, святого праведного Иоанна Кармянского вдохновлялись тем, как этот простой сельский священник молитвой, личным подвигом стяжал святость жизни и помогал, и сейчас помогает во множестве приходящих к нему. Это живое свидетельство того, что может вера наша, укрепляемая Божьей благодатью. Праздничное богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы Святой Иоанна Кармянского женского монастыря люди ждут весь год. Приезжают, чтобы быть в этот день на молитве у святых мощей праведного Иоанна. Празднично украшенный храм, много цветов, богодухновенные песни, одухотворенные лица людей. По словам патриаршего экзарха, соборная молитва находит особый отклик у Господа. Люди это чувствуют и стремятся в этот день вместе помолиться на святой земле. Дорогие братья и сестры, у меня к вам вопрос. Может быть, вы обращались молитвенно к Иоанну Кармянскому и чувствуете, что именно по его святым молитвам получили от Господа просимую. Вот может быть, есть такие среди вас? Я очень тяжело болела. И как в православии говорят, когда человек старается приблизиться к Богу, то у него случается искушение, духовная болезнь. Наше спасение здесь. Нам Господь дал такого молитвенника, что просто мы не можем нарадоваться. Вот я же с вами разговариваю, мне прямо дрожь по телу идет. Я знаю, что Кармянский ни одного присутствующего у него на празднике никогда не оставит. Начинала с Иоанна Кармянского храма, болела, да, и исцеление получила. Отец получил исцеление. Святой человек всем помогает, у каждого проблемы в своей жизни. Но все равно во что-то верить надо. Надежда какая-то должна быть у каждого. Быстро жизнь проходит, поэтому нужно к вере приходить. Кто даже и не верит, нужно верить, молиться. И, конечно, когда приезжаешь, такое вдохновение, такое чувство, прям вот хочется даже плакать. Нетлинные мощи праведного Иоанна Кармянского были обретены и положены в каменном склепе Покровской церкви в 1991 году. С тех пор на этом месте стали совершаться многочисленные чудеса и исцеления. В 1997 мощи были поставлены в храм, став местом паломничества. А 31 мая 1998 года протоиерей Иоанн Гашкевич был канонизирован в лике местночтимых святых Белорусской Православной Церкви. Являясь сыном Белорусской земли, отец сам помогает не только жителям близлежащих городов и весей, а всей Белорусской земли, паломникам, которые приезжают сюда или приезжали, или знают об этом святом. И, можно сказать, по всему лицу земли святой откликаются на молитвы и помогают. Верующие, кто хоть раз побывал в корме, утверждают, батюшка Иоанн никого не оставляет без помощи. И это вселяет веру и надежду. Помогает жить. Светлана Князева, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» из Добружского района.